Внимательно, предельно аккуратно, с душой подходить к каждому человеку, к каждой семье, тем более к семьям с детьми, ко всем, кто обращается за российским паспортом, за другими часто утраченными документами. В том числе здесь важна работа и с беженцами. Как только появляется возможность, нужно проводить буквально по домовой обход городов и посёлков и сделать всё, чтобы не смогли, что называется, легализоваться диверсанты, пособники неонацистов. Контроль должен быть самым тщательным. Да и, конечно, хочу это подчеркнуть, обратить ваше внимание на это. Работа эта, безусловно, должна вестись в тесном контакте с местными органами власти, с региональными и местными. Как бы сложно это ни было, нужно с людьми наладить прямой контакт. На недавних коллегиях ФСБ и Генеральной прокуратуры обращал особое внимание на необходимость эффективной борьбы с любыми экстремистскими проявлениями. Вы знаете, что питательная среда для такой экстремистской деятельности, да и просто откровенные уголовщины – это во многих случаях нелегальная миграция, идеологическая накачка разного рода лжепроповедников и интернет-сайтов вместе с ним. Недопустимо, хочу это подчеркнуть, использовать недавние трагические события для провоцирования национальной розни, ксенофобии, исламофобии и так далее. Собственно, это и была главная цель террористов и их заказчиков, прежде всего, посеять раздор и панику, распри и ненависть в нашей стране, расколоть Россию изнутри. Это их главная задача. Мы ни в коем случае не должны позволить им этого сделать. Однако, когда начинаешь разбираться в обстоятельствах того или иного дела, конкретного преступления, оказывается, что человек попал в Россию без особых проблем, прошёл все формальности, оформил трудовой патент, имея зачастую за спиной целый букет правонарушений, причём иногда и злостных. Затем он подаёт заявление на гражданство, даже не зная элементарно русского языка. Здесь необходимы современные цифровые электронные базы биометрических данных. Те, что сейчас работают, их, судя по всему, недостаточно. Они не позволяют в полном объёме купировать риски рецидива незаконной миграции. При этом наши соотечественники, у которых предки выросли в самых, что ни на есть, центральных регионах нашей страны, гражданство порой не могут получить годами. Уже говорил, что нам нужно глубоко, кардинально обновить подходы к миграционной политике. Прошу Министерства внутренних дел, другие наши правоохранительные органы и специальные службы совместно с правительством и администрацией президента все эти вопросы комплексно и детально проработать. Мы сейчас вот с министром тоже коротко об этом говорили. И нужно представить перечень первоочередных решений. Прежде всего, нужно обеспечить интересы и безопасность государства и общества. Сберечь, сохранить межэтническое и межрелигиозное согласие, нашу культурную, языковую самобытность. Всё то, что является силой России. Принцип, что приехать и жить, трудиться в Россию, могут только те, кто уважает наши традиции, язык, культуру, историю. Этот принцип должен быть решающим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова